Безработица в еврозоне недавно достигла рекордного показателя в 12 процентов. А среди молодежи до 25 лет в таких странах как Испания и Греция целых 50. И надежды на выход из кризиса почти нет. И теперь многие европейцы пытаются найти работу не только дома, но и за границей. Никола Ригальзи окончил университет в Италии по специальности биология, а теперь вынужден торговать шоколадом в Брюсселе. Ситуация в Италии была чудовищной. Я мог рассчитывать только на краткосрочные контракты от трех до шести месяцев. И при этом абсолютно никакого роста и развития. Большинство вакансий еще и были на волонтерской основе. Строить планы на будущее просто нереально. По словам Никола, в Бельгии ему тоже пришлось не сладко. Во многих компаниях требовалось хорошее владение французским и фламандским. А это не каждому кандидату по плечу. Но иногда лучше приложить усилия, чем возвращаться домой ни с чем. Я читал, что в 2012 году из Италии уехало на 30-40% больше молодежи. Не знаю, что нас ждет в 2013 году, потому что дела с каждым днем все хуже и хуже. Все эти проблемы накрыли с головой не одних европейцев. Многие иностранцы, которые приехали в Европу, чтобы открыть свое дело и начать новую жизнь, теперь, похоже, передумали. Адриана решила уехать из Греции и вернуться в родной Эквадор, потому что сильно скучала по дому. Сейчас она нисколько не жалеет об этом. Многие эмигранты переехали из Греции в Германию и Швейцарию. Но те, кто остался, говорят, что ситуация катастрофическая. Например, мастерам, которые раньше получали 1500 евро, теперь платят всего 900. Мы открылись всего два года назад, но уже сейчас я верю, что перспективы у нас хорошие. Вряд ли она добилась бы такого же успеха в Европе. Здесь прослеживается тенденция. Посмотрите на цифры. Некоторые люди говорят, что в Ирландии, например, эмигрировало целое поколение. И, возможно, они уже не вернутся. То есть вы не собираетесь назад в Италию? Не думаю. Лучше я останусь тут. Тесс Арсилья, РТ, Брюссель.